МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В этом студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Массовая эвакуация в крупнейшем торговом центре Барнаула. На третьем этаже произошло восклирание. Как ликвидировали пожары? Был ли он на самом деле? Страшная авария на пешеходном переходе. Мальчик перешел клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии. Заварите свой выход. Когда мы идем с малышом на коляске, у меня девочка маленькая, два годика, и едут, например, грузовые машины, легковые машины потоком идут. Мы вот между мусорных баков. Как жители Барнаульской многоэтажки остались замурованными? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мальчик, которого сбили накануне на пешеходном переходе у торгового центра «Огни», находится в тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть. Как нам сообщили в Краевом Минздраве, накануне в экстренном порядке ему провели необходимые операции. Ребенок подключен к искусственной вентиляции легких. Авария произошла днем 15 сентября. Десятилетний мальчик с самокатом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него наехал автомобиль «Тойота Креста». По словам очевидцев, от удара мальчик пролетел несколько метров. Свидетели также говорят, что мужчина даже не пытался затормозить. Полицейский сообщает, что водитель не имел водительских прав. Сейчас проводится проверка. А вот сегодня у одного из торговых центров Барнаула выстроились десятки пожарных автомобилей. Людей эвакуировали из здания. Такие сообщения появились в социальных сетях. На самом деле там проходили учения. С момента гибели в Кемеровской Зимней Вишне нескольких десятков человек. Подобное учение проходит по всей стране. На тренировки спасателей побывал и мой коллега Андрей Дреер. И даже не сгорел на работе. Это пожарная сигнализация в самом центре Барнаула. Торговый центр по сценарию здесь возгорания в холле кинотеатра. Посмотрим, смогут ли спасатели спасти людей. Эта автология от волнения в пылу учений. А вот пожарные в себе больше уверены. Подобные тактические занятия они проводят несколько раз в месяц, чтобы проверить слаженность работы. На третьем этаже произошло возгорание. Учение, еще и проверка аварийных систем здания. В этом торговом центре все сработало на отлично. Из-за экстренного отключения электричества даже не запустился дымогенератор. Так что горел кинотеатр без дыма. Но пожарные действовали по сценарию. Как на вашу стадо сотрудники сработали? Качественно? Качественно и быстро. То есть вы спасены? Да. Этот торговый центр мы выбрали. Еще раз повторюсь, что нам в плане очень интересен технический, тактический характеристик этого здания. Потому что, во-первых, здание очень огромное. Большая загрузность людей. И так далее. А вообще, конечно, мы проводим и на школы, и на другие объекты. Когда почти все эвакуированы уже на улице, сценарий меняется. Все как в жизни. Сейчас в штабе операции неожиданно поступила новая вводная. Как будто кто-то из спасателей сам пострадал. Сейчас будут спасать уже его. Оказалось, ничего страшного не произошло. У бойца просто вышла из строя рация. Всего же пожарные эвакуировали больше 260 человек. И спасли из условных огня и дыма почти 25 кинозрителей. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. В Барнауле начали долгожданный ремонт лестницы, ведущей в Нагорный парк. Накануне все входы туда были огорожены. Доступ для гуляющих ограничен. Напомним, согласно муниципальному заказу, лестничные пролеты покроют нескользящим покрытием из резиновой крошки. Стоимость работы обойдется городскому бюджету более чем в 2 миллиона рублей. Напомним, новая лестница появилась в конце 2017 года и уже в первую зиму стала объектом критики со стороны горожан. Ступени и лестничные площадки даже при легких заморозках скользили и были опасны для здоровья. Почему противоскользящее покрытие не было сделано сразу при строительстве лестницы, мы узнали от специалистов городской мэрии. Данную работу мы выполняли в рамках проектно-смертной документации, которая у нас прошла экспертизу. И, соответственно, уже после того, как проект разработан и экспертиза прошла, вносить в него какие-то изменения, особенно в ходе производства работ, ну это неприемлемо. Все работы должны закончиться уже к концу октября. Надеемся, что предстоящей зимой здесь можно будет гулять, не боясь упасть. Жители барнаульских новостроек перекрыли единственный цивилизованный выход со двора своим соседям. Причина – эти самые соседи пользовались их мусорным баком. На каком основании люди отгородились и что теперь делать тем, кто вынужден выходить из дома с риском для жизни, в материале Валентина Аскеровой. Пока счастливые воробьи плещутся в лужи, жители новостройки на проспекте Ленина отнюдь несчастливы. Они вынуждены ежедневно ходить по убитой дороге. Это теперь их единственный выход к цивилизации. Когда мы идем с малышом на коляске, у меня девочка маленькая, два годика, и едут, например, грузовые машины, легковые машины потоком идут. Мы вот между мусорных баков прячемся. Другой, оборудованный ступенями и пандусом, перекрыли забором жильцы новостроек на Петра Сухова в начале лета. Такое решение они приняли на совете дома, так как назойливые соседи парковались на их территории и выбрасывали мусор в их бак. Теперь жители многоэтажки на Ленина попадают на ту сторону лишь окольными путями. Самое интересное, дети лазят вот здесь. С Петра Сухова на детскую площадку. Да, им удобно. Они пролазят под низом, они пролазят между республиками. А вы не пробовали? Нет, спасибо. Я как бы худенький, да, я все понимаю. Но за здоровье я за свое и чужих детей тем более я переживаю. К слову, носить мусор жильцы уже давно перестали. У них появился свой бак, а от парковок готовы отказаться, лишь бы ходить по безопасному тротуару. Но Петра Суховцам, видимо, все равно спиливать забор они не намерены. Жители Ленина 195 очень жалуются. За последние пару месяцев жители многоэтажки обратились в несколько инстанций, в том числе и администрацию Октябрьского района. Там нам пояснили, что этот забор стоит на границе наших земельных участков. И то есть можем распоряжаться по идее и мы им, и они. Если мы также проводим собрание и признаем, что этот проход нам действительно нужен, мы его просто спиливаем. Но самовольно спиливать они не хотят. Ведь пешеходный проход, который сейчас заварен, был предусмотрен проектом дома. Данный факт в телефонном разговоре нам подтвердил и сам застройщик. Считаю, что жители Петра Сухова не должны перегораживать проход жителям Ленина 195, потому что забор не их. И даже если бы он был их, они не имеют это право делать. Можем убрать, но мы предлагаем жителям обоих домов договориться между собой и в целом не чинить друг другу препятствий. Но договориться не получается. Жители уже направили жалобу в прокуратуру города с просьбой разобраться в ситуации. Ведь по сути выход в случае ЧП у них только один. Давайте на минуту представим. В многоквартирном доме произошел пожар, а у людей только один путь спасению – та убитая дорога. Ну, конечно, можно последовать примеру детей и пролезть под заваренным забором. Если, конечно, не застрянете. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Как сохранить историческое наследие Барнаула? Почему наш туркластер назвали «мертвой зоной»? Как общественникам и властям услышать друг друга? На эти вопросы искали ответы участники третьего межрегионального фестиваля урбанистики и градостроительства «Фабрика-завод». Гостью мероприятия был наш корреспондент Илья Кочетков. Он и расскажет обо всем. Культурное наследие – перезагрузка. Под таким девизом прошел нынешний фестиваль «Фабрика-завод». Уже третий по счету. По словам организаторов, его цель – помочь общественникам, власти и бизнесу наконец-то сблизиться в деле сохранения культурного наследия. Кстати, уже на открытии фестиваля среди гостей можно было заметить представителей Алтая хронкультуры и городского комитета по туризму. Правда, полноценного диалога пока не получилось. Все утонуло в волнах критики. Прежде всего, досталось туристическому кластеру. То есть, вот говорят, серебряный город назвать или еще как-то, это можно назвать «мертвый город». Мы создали бутафорию, где нет населения, нет людей, которые вообще пользовались боевыми зонами. Единицы ходят, у нас все смеются, вот целист пошел. Это наш этот арбат, он никому не нужен. Эксперт нынешней фабрики завода Марья Леонтьева из Казани считает, что непонимание между властью и обществом – проблема многих городов. Но ее родной Казани повезло. Власть защитников старины услышала. В результате появилась программа устойчивого развития исторического центра города. Леонтьева постаралась донести и до барнаульцев простую, но важную мысль. Горожане должны сначала четко сформулировать, каким они хотят видеть свой город, четко и внятно. Этому и посвятили тренинг во второй день фестиваля. Быстро выяснилось, все не так просто. Ну а что, Барнаул какой-то был мировой центр медицины, спорта и медики? А медицина последнего года? Я считаю, что туризм для нас – это будет? Нет. Это будет. Вот герблер у нас. Мы вчера беседовали, говорят о том, что хотя я живу в Барнауле несколько лет, я понимаю, что я не знаю его истории, вообще о моей идентичности, идентичность Барнаула, как связаны. Выстроение вот этой связи очень важно. Ну и параллельно очень важно понимать, какие ценности являются ключевыми для города, как должна быть построена коммуникация с учетом этих ценностей. И, соответственно, каково целеполагание к тому, как должно изменяться пространство. Участниками практикумов стали не только краеведы, активисты, ученые, представители церкви, а также, что важно, бизнесмены. Андрей Макулов уверен, облагородить исторический центр – значит повысить инвестиционную привлекательность города. В хорошее место приятно приезжать. А когда человеку приятно приезжать, у него лучше настроение, у него лучше заключаются договора. То есть он как бы хочет здесь больше оставаться. Понятно, что бизнес заинтересован не только как жители. Мы тут живем, тут дети наши, родители. Но мы занимаемся здесь бизнесом, и нам хочется, чтобы приезжающие к нам партнеры, чтобы им приятно было здесь находиться. Организаторы пообещали, что наработки практикума будут собраны в пакет предложений, которые уже в ближайшее время представят властям и бизнес-сообществу. Возможно, когда через год участники соберутся уже на четвертый фестиваль, идеи барнаульцев начнут воплощаться в конкретные проекты. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Первый юбилей отметил питомник голубей Краевого детского экологического центра. Ему исполнилось пять лет. В честь этого события здесь прошел день открытых дверей. На праздники в Голубятне побывала и наш корреспондент Полина Жданова. Она расскажет, зачем люди тратят столько сил и средств, чтобы разводить породистых голубей. Во все времена голуби считались птицами мира. В древние годы их использовали как почтальоны. В советское время мальчишки гоняли голубей по крышам, пытаясь приручить. В современном мире голубь – это птица благородная, поэтому их разведение – целая культура. Красный, желтый, черный, барнаульский монах, сибирский статный. В питомнике детского экоцентра больше десяти пород голубей. Когда-то в мире не было столько разновидностей этой птицы, но сегодня в Европе регулярно проводятся голубиные выставки. В России разведение голубей пока на начальном этапе развития. На выставках встречаю очень много из России, которые покупают голубей, привозят их, смотрят, как организованы выставки, как сам дух, что там происходит. И постепенно эта культура переходит и к нам. Питомник детского краевого экоцентра в этом году отметил первый юбилей. В честь пятилетия в гости прибыли и местные заводчики голубей, причем с солидным стажем. К примеру, председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко увлекается разведением голубей с самого детства. Я немного держу, у меня скромная по размерам голубеводов и голубятня, в пределах 50 штук. Я считаю, мне это достаточно для того, чтобы духовно отдохнуть, да я скажу, и физически отдохнуть, и в то же время позаниматься, насколько это позволяет, и селекцией. Как рассказали заводчики, голуби спокойные и умные. Птицы хозяина никогда не клюнут, ухаживать за ними несложно, впрочем, как и разводить. Кстати, среди желающих сохранять и приумножать популяцию породистых голубей, есть и школьники, но пока их немного. В экологическом центре детей учат ценить и любить эту птицу. Зачем разводить голубей, как думаете? Чтобы больше животных на планете стало. Как культурные птицы в столице, в Париже, они считаются птицами культуры. Еще в Барноле считается то, что голуби как экспонат, можно сказать. Между тем голубеводы надеются, что скоро выставки птиц мира в России будут обычным делом. К тому же, наряду с попугаями, породистые голуби станут распространенными домашними питомцами. Ведь стоят они порой даже дешевле других пернатых – от 500 до 1000 рублей за особь. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Сотни барнаульцев в эти выходные стали участниками фестиваля «Барбекю-парк-гриль». Одни пробовали мясные, рыбные, овощные запеченные блюда, другие ели на скорость. Мои коллеги продолжат. Тонкие розовые кусочки свинины на вертеле. Когда в ароматный дым ходили гости фестиваля, тут же вставали в очередь. И самая вкусная часть у свиньи. Это шея и вырезка. Но и без таких изысков было чем заняться. Шашлык, кстати, был самым традиционным в меню. Вот бургер пробуем и какого-то краба. Какого-то краба? Да, вот там брали. Вкусный краб. Либо сразу же с поля ее чистить и жарить. Она получается очень сладкая. И вот эта вот зажаристая корочка, она карамелизуется. И получается вот прям как ириска. Пока одни наслаждались вкусом, другие жевали на скорость. На сцене устроили гастрономический спортивный чемпионат от нашего радио Барнаул Супер Обжора. На поедание трех бургеров и трех хот-догов всего пять минут. Секундомер, погнали. Давайте, давайте. Есть люди, которые весят и по 60, и по 70 килограмм, и худощавые. Но в процессе разговора с ними, мы их обзванивали, общались. А они нас уверили в том, что они очень много едят. Я говорю, что лучше сначала котлету съесть, потому что он тяжелее. Поэтому в конце осталось только полторы именно булочки самых легких. И все. Почти килограмм пельменей – финальный этап конкурса. Кушали от души, но поправиться не успел даже сам победитель Супер Обжора Барнаула. Все, что набрал, наверняка согнал, ведь до дома ехал на новеньком велосипеде. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев выступил в поддержку четвероклассника Прохора из Красноярского края. Учителю и директору школы не понравилась прическа парня. Выстреженные виски, хвост на макушке, выкрашенный в блонд. А мальчик всего лишь повторил прическу своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича. И скандал вызвал большой общественный резонанс. За дело взялись даже следователи. А по всей стране известные люди записывают слова в защиту юного болельщика. Ранее свое выступление записал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. А сегодня министр спорта края Алексей Перфилев. Прохор, меня зовут Алексей, Алтайский край. Слушай, дружище, ты не расстраивайся. У вас со Златана мощные прически. Поэтому ты давай, держи, хвост пистолетом. И сам, наверное, подойди к учительнице и попробуй корректно объясниться. А как объяснишься приезжать к нам на Алтай? Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.